Людей убивает не скорость, людей убивает резкая остановка. Я Алексей, поговорим немного о длине тормозного пути. Для начала давайте посмотрим несколько роликов, а потом разберем. Итак, у нас есть следующие производные. Масса, скорость. Ну и, соответственно, от этого разница длина тормозного пути в зависимости от выбранного способа торможения. Вот примеры. Значит, минимальная длина 7 метров 40 сантиметров тормозного пути. Это комбинированный с сьюзом заднего тормоза. Комбинированный без юза практически. Тормозной путь 9 метров 35 сантиметров. Чисто передним 9 метров 80 сантиметров. Торможение задним тормозом с сьюзом 13 метров 50 сантиметров. Торможение задним тормозом без сьюза это 16 метров 30 сантиметров. Заднее колесо с сьюзом по мокрой поверхности это 15 метров 60 сантиметров. Заднее колесо без сьюза по мокрой поверхности 17 метров 80 сантиметров. С одной стороны все просто. Мы уменьшаем скорость, соответственно уменьшается длина тормозного пути. Это очевидно и с этим спорить невозможно. Но при всем этом вы должны помнить, что длина тормозного пути у велосипеда и у машины на скорости 30 км в час разная. И у велосипеда она больше. Уважаемые пешеходы, запомните пожалуйста, что если вы перебегаете дорогу перед приближающимся велосипедистом, едущим на вас, не факт, что он успеет остановиться моментально. Запомните пожалуйста. Уважаемые автомобилисты, помните, что совершая маневры, велосипед, как и вы, не может остановиться мгновенно. С другой стороны есть довольно забавная вещь. Все считают, что с увеличением массы увеличится длина тормозного пути. Фактически это так, но это должно быть очень много факторов. В большинстве случаев при увеличении массы длина тормозного пути не изменится. Почему? Потому что в физике есть две массы. Инерционная и гравитационная. Если вы увеличиваете вес велосипеда, то увеличивается соответственно инерционная масса. И по идее тормозной путь должен удлиняться. Но при этом вы также увеличиваете гравитационную массу. Поэтому у вас увеличивается одновременно и пятно контакта, и сила трения. И поэтому длина тормозного пути уменьшается. В физике принято считать, что эти две массы равно компенсируют друг друга. Поэтому увеличивая массу, вы не увеличиваете длину тормозного пути. На длину тормозного пути влияют следующие факторы. Грунт. Если он подвижный, длина тормозного пути увеличивается. Вода на мокрых грунтах, а также под воздействием водяного клина, ваш тормозной путь увеличивается. При этом при водяном клине он также становится неконтролируемым. Протектор. Чем меньше шипы и углубления в рисунке протектора, тем более длинный тормозной путь. Пятно контакта. Чем оно меньше, тем дольше вы тормозите. Материал покрышки. Если покрышка мягкая, то вы тормозите быстрее. Если жесткая, вы медленнее тормозите. Тормоза также удлиняют тормозной путь. Например, ободные, грязные или мокрые. А также некомплексная модификация велосипеда. Поясняю, что такое некомплексная модификация. Это модификация вашего велосипеда, которая теоретически ведет к улучшению качества торможения. Но практически она оказывает вам очень плохую услугу. Разберем подробнее. Велосипед, как собственный автомобиль, тормозит только и исключительно шинами. Если вы думали, что он тормозит тормозами, это неверно. Я тоже когда-то так думал. Запомните, велосипед тормозит шинами. Подавляющее большинство производителей правильно и грамотно подбирает компоненты. Поэтому в стандартной комплектации тормоза и покрышки подходят друг к другу, и велосипед хорошо тормозит. Если же вы решаете что-то заменить, например, увеличить ротор или поставить агрессивную шипастую резину, например, бигбейте, то качество вашего торможения упадет в разы. Помимо того, что тормоза могут не блокировать колесо во время торможения, что иногда нужно, они могут блокировать, но при этом у них будет износ в 5-7 раз больше, чем при обычной эксплуатации. Так что если вы меняете какой-то один компонент, подумайте, не окажете ли вы себе медвежью услугу. К нашему проекту хотелось бы провести окончательный тест по длине тормозного пути. Но, к сожалению, у нас нет велосипедов с ободными тормозами, а также с барабанными тормозами. Поэтому мы просим вашей помощи. А, да, у нас еще нет сликов. Ну, в общем, мы просим вашей помощи. Совершенно не важно, где ты живешь. Главное, чтобы у тебя были следующие компоненты. Велосипед, что-то, чем можно снять, рулетка, весы и спидометр. Что нужно сделать? Ну, нужно взвесить себя и велосипед по отдельности. Суммировать, это будет ваша масса. Дальше нужно взять велосипед, камеру, можно друга, можно без. Не забыть рулетку и выйти на улицу. Ну, и, собственно, замерить. Если ты вдруг сможешь сделать тест сразу на все из перечисленного, будет просто великолепно, и мы будем тебе очень благодарны. Может быть, даже какой-то бонус перепадет. Я этого пока не могу обещать. Нам нужны данные по следующим параметрам. Нам нужна длина тормозного пути на следующих скоростях. 5, 10, 15, 20 и 30 километров в час. На следующих грунтах. Тропинка или грунтовая дорога. Сухая и мокрая. То есть, отдельно длина тормозного пути по сухой и отдельно по мокрой. Для всех остальных то же самое. Асфальт. Сухой и мокрый. Плитка. Сухая и мокрая. Все остальные грунты на ваше усмотрение. На этой скорости и на этих грунтах вы должны использовать следующие типы торможения. Только задний тормоз без блокировки колеса, то есть юза. Только задний тормоз юзом. Только передний тормоз. На мокрых грунтах этого делать не нужно. Обоими тормозами без юза. Обоими тормозами с юзом заднего колеса. Конечно, если у вас городской или сингл спит с барабанными тормозами, не всегда у вас будет передний тормоз. Но это не значит, что нам не нужно длину тормозного пути заднего колеса. Большое вам спасибо заранее. Видео присылайте вот сюда. Ну, вот вроде все. Лайк. Подписка. Я Алексей. Бай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова